Вера, я вас приветствую. И я вас. Скажите, читали ли вы рецензию на ваше выступление в театре Майковского? В Коммерсанте? Да. Да, конечно. Я поразилась, что у Бори нашлись теплые слова для нас, потому что человека с большим скепсисом, относящегося к творчеству нашей группы, еще поискать было на протяжении всей истории. Вы сейчас говорите про Бориса. Про Бориса Барабанова. Ну, мне показалось, что она просто восторженная. Ну, для Бори, да. То есть я успокоилась, я написала даже в Фейсбуке об этом. Я успокоилась только на фразе «последние 20 минут был риск схрапнуть». Тогда я поняла, что это действительно Борина рецензия, потому что до этого мне казалось, что Борю просто выкрали, и вместо него про нас написали какую-то хорошую рецензию, потому что такое ведро ехидности каждый раз выливалось на нас, когда мы обсуждали с Борисом какую-то нашу там пластинку, или нашу музыку, или наше какое-нибудь живое выступление, или что-то. Ну, может, это просто флирт такой был? Нет, нет, я думаю, я Боря, вообще, Боря интересный очень персонаж. То есть он с одной стороны... Да, ну мы сейчас о вас говорим, и я хочу уточнить, вы говорите про нас. Вы о себе говорите, мы Вера Полоскова? Мы как группа, нет, есть же группа. Ну, то есть концерт был группой. Концерт был не столько даже мой отдельно, сколько группой. Вы кокетничаете. Был ваш концерт, группы даже не было видно. Вы ее спрятали. В группе, тем не менее, в группе Вера Полоскова и Бэнс шесть человек, поэтому это был концерт мой и моей группы. А как возникла вообще группа? Группа возникла таким образом. У меня есть подруга, соавтор и продюсер по совместительству всего этого проекта Безумного, Лены Грачева, которая когда-то работала... Я перебью, она пишет музыку, да? Она придумывает с ребятами музыку, да. Ребята тоже пишут, а она как бы, ну, концептуально ее... Продумывает, прорабатывает. И мы с ней когда-то очень давно записали аудиокнижку с музыкой. Когда еще... Очень давно это когда? Ну, там, в 2009. Вот, и через полтора года она пришла и сказала, давай сделаем не аудиокнижку, как вот жанр аудиокниги, а полноценную рок-пластинку. Потому что мне кажется, что это может сработать. Просто для каждого текста будет свой авторский трек, мы его специально будем писать. Мы будем его писать так, чтобы тебе было удобно под него, ну, как-то таким каким-то особым образом прочесть этот текст. И мы с этим попробуем выступить, сделать презентацию. Я говорю, ну, слушай, это странно. Я такого не видел особо, давай попробуем. И когда мы сделали презентацию этого диска, самого первого, очень уже смешного сейчас, из этой точки, очень забавного, мы поняли, что, конечно, одним концертом в тоннах, к сожалению или к счастью, это не ограничено. В тоннах вы имеете в виду 16 тонн? 16 тонн, да. И тогда началась вся эта длинная история, длиной в 50 концертов, которая вот только что заканчивается. А, то есть это было завершение, последний аккорд был в театре имени Маяковского? У нас осталось из обещанных два концерта, в тоннах и в Питере, в конце декабря. Ну, то есть, когда люди выпускают пластинку, принято сыграть хотя бы больше, чем в одном городе, еще где-то ее представить, потому что остальное, ну, уже невежливо. Вы же вроде как ездили и ее анонсировали, и говорили о том, что она вот выходит, вот выходит, и вот, наконец, вы ее записали, сыграли в одном городе презентацию, как бы, и все. Поэтому мы сыграем вот еще раз концерт в тоннах и поедем в Питере 28 декабря. Ну, вы в 20 городах, да, отработали? 20 городов и около 50 концертов. Мы считали вчера, и получилось почти 50, там, без двух. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.